Теперь, пожалуйста, можно находить символ Лежанга специально другим способом, чем эта форма рейдер. Точнее, можно суметь вот эту вот величину, а в степени по 1 ст. пополам, написать по-другому. Давайте на нашем с вами примере, у нас сегодня в качестве примера шло 13. Так вот, на нашем с вами примере давайте все это сделаем. А я сейчас возьму числа от 1 до 6. И каждое из этих чисел я умножу. Значит, дорогие господа, это будет у меня называться число А. Нет, не числа А, а уже используется. Поэтому это будет у меня называться число Н. Так вот, здесь у меня будет написано 2Н. Здесь у меня будет написано 3Н, 4Н, 5Н. На самом деле, можно будет дальше, но я думаю, что у меня терпения не хватит. А главное, что вы поймете уже, о чем разговор, уже к этому моменту. Значит, я ограничу себя числами только до 6. Представьте себе, что запрещено. Представьте числа отличные от 1, 2, 4, 5, 6. Тогда, что такое 2х1? Это 2х2, 4, 2х3, 6. А вот 2х4, это минус 5. 2х5, 10, это минус 3. 2х6, 12, это минус 1. Идею поняты? Как вы помните? 2х4, 2х4, это 8, а это минус 5, по модулю 13. Разве нет? Так, ну давайте потерируемся стройку. Это будет 3х1, это 3. Здесь будет 6. 9, это минус 4. 12, это минус 1. Правильно? 15, это 2, а 18, это что? Это 5. Господа, обратите внимание на следующую строчку. В этой строчке опять все числа 1 и 6 написаны по одному разу. Так, теперь здесь у меня 4, 8, то есть минус 5. 12, то есть минус 1. Ну что там у меня? 16, то есть 3, 20, то есть 7, 24, то есть минус 2. 7 не бывает. 7 не бывает. 7 это минус 6. Спасибо. Спасибо большое. Опять все числа 1 до 6 по одному разу. Правда, иногда с минусом. Так, ну и давайте уж еще две строки. Значит, 5, 10 это минус 3. 15, это 2, 20 это, мы уже поняли, минус 6. 25, это минус 1. И 30, это, по-моему, 4. 26, 30, 21, 21, 22, 22, 23. Отлично. Ну и последний строчку. 6, 12 это минус 1. 18 – это 5, 24 – это минус 2, 30 – это, мы уже понимаем, 4, и 36 – это минус 3. Вы можете меня спросить, а зачем я это делаю? А вот зачем. Если меня интересует 2 в 6 степени, а она меня правда интересует, то я могу записать 2 в 6 степени следующим образом. 2х4х6 на минус 5 на минус 3 на минус 1 разделить на 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все понимают? Все понимают, почему? Потому что вот это 2, это тоже 2, и это 2, понимаете? В каждом столбике у нас значение равно 2. Я же число выбрал из этой таблицы. Значит, это действительно 2 в 6. А теперь обратите внимание, здесь у меня перестановка из числа от 1 до 6, и здесь у меня перестановка из числа от 1 до 6. Единственное, что у меня три знака. Впрочем, здесь и равно стоит, и ждать сравнение. Здесь стоит сравнение. Остаток для иммунитизации. Это значит будет минус 1. Итак, господа, я нашел вам, фактически я воспользовался критерием Биллера. Потому что фактически я бы сейчас подсчитывал, что такое 2 в 6. Но вот в таком виде это называется критерий Каус. Давайте быстренько найдем все остальное. Значит, 3 в 6. Ребята, а можно я не буду выписывать эти дроби? Потому что опять будет написано вверху произведение 3 и 6 минус 4 минус 2, это 2 и 5. Внизу будет написано просто 1, 2, 4 и 5 произведение. И значит, это будет минус 1 на минус 1. Единица. Единица. Так, а 4 в 6? 3 минус 1. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. 4 это квадратно, не бывает минус 1. Так, а 5 это? 1 минус 1. Вот здесь 3 минус. Так, и 6 это минус 3 минус. Вот и все. Теперь нужно доказать, что так будет всегда. И мы с вами можем, собственно говоря, значит, итак, формулировка критерия Гаусса. П, выше, выпишем все числа от 1 до П минус 1 пополам. И заможем каждое из них, каждое на число А. где А не сравнимо с нулем по модулю П. То есть, в качестве А годится любое число, лишь бы мин делился на П. То есть, картинка простая. У меня написаны числа 1, 2, 3 и так далее, П минус 1 пополам, да? И я под каждым из них пишу А умножить на 1, А умножить на 2, А умножить на 2, А умножить на 3, А умножить на 1 пополам. Замечательно. И вот дальше такая идея. Каждая из них, каждая из них, единственным образом записывается в виде то ли плюс, то ли минус П, где П это число, не превосходящее П минус 1 пополам. Натуральное число, то есть, от 1 до П минус 1 пополам. Вот этот факт надо сейчас нам с вами понять. И еще очень важная вещь. Все использованные при этом числа В разные. Значит, то есть, смысл такой. Вот таблица у нас, лучше всего понимать, как она таблица. Мы выписываем числа одного до П минус 1 пополам. Умножаем на что хотите, на любое число, не делящееся на П. И каждое произведение записываем в виде то ли плюс, то ли минус число от единицы до данных существ, а в общем случае до П минус 1 пополам. То есть, идея такая, если у нас число, остаток от 1 до П плюс 1 пополам, если остаток маленький, то пишем просто его. А если остаток от П плюс 1 пополам до П минус 1, то пишем с минусом, да, то есть, вместо 12 пишем минус 1, вместо 9 пишем минус 4 и так далее, да. Замечание. Так вот, я сейчас должен объяснить, что действительно в этой строчке все числа будут разные. Ну, объяснить это не просто легко, а очень легко. Ну, господа, в самом деле, представьте себе, у меня в этой строчке где-то есть какое-то там число x и какое-то там число y. Да? Что мы знаем про эти числа? Что число x меньше, чем число y и они оба меньше, чем только полам. Да? Какие-то натуральные числа. Я умножаю число x на какое-то число a. И я умножаю число y на то же самое число a. Представьте себе, что у меня получилось здесь одно и то же. Могло у меня здесь получиться b или b? Нет. Потому что это мы в общем мире проходили. Если даже выписать все числа от 1 до минус 1 до 1 и умножить их, то у нас получится разная остация. То есть один и тот же остаток получиться не могло. Замечательно. Какая могла бы получиться неприятность? Здесь могло бы в одном месте получиться b, в другом минус b. Ну или наоборот, да? Здесь минус b, здесь b. Ну, господа, ну ты так скажешь, здесь плюс, а здесь минус, или наоборот, здесь минус, а здесь плюс. Такая ситуация возможна, да? Или здесь плюс, здесь минус, или здесь минус, а здесь плюс. Но тогда я возьму и просто сложу эти две строчки. И получу очень простую вещь. А умножить на х плюс у будет делиться на b. Извините, а как? А на b не делюсь. А х плюс у больше нуля и меньше b. Х плюс у тоже не делится. Не могли бы здесь разные знаки и одно и то же число. Потому что сумма никак не может прилиться. Так, идею поняли? Идею поняли.